Наша жизнь напоминает большую шумную гостиницу, но главное начинается с ресепшена. Именно здесь хранятся ключи ото всех дверей. И мой ресепшен проведет вас в непубличную жизнь публичных людей. Сегодня моя гостья Корнелия Манго. Она поет, танцует, рисует, участвует в популярных проектах, но главное с ее появлением настроение улучшается в разы. Присаживайтесь поудобнее, сделайте звук погромче. Я Ирина Мурумцева, это шоу ресепшен и мы начинаем. Публичные люди расскажут, не публичные детали своей жизни. Шоу ресепшен. Всем привет. Итак, как быть яркой, не похожей на других, как быть смелой, как раскрыть в себе огромное количество талантов, все это сегодня мне расскажет Корнелия Манго. Это не апельсин и даже не арбуз. Это не виноград, но Манго. Это я, это я. Спасибо. Здесь шоу ресепшен. Ресепшен, что хранятся все ключи. Ключи от всех дверей, значит, можно быть откровенными, значит, можно откровенно говорить обо всем на свете. И, конечно же, хочется узнать все секреты позитива, красоты, таланта от тебя, Корнелия. Но начну с того, что больше всего, так сказать, греет мне и душу и светит в спину. Это творчество Корнелии Манго. Корнелия, ты, между прочим, художница и член Союза художников. И, может быть, мало кто об этом знает, но Корнелия просто замечательно рисует. Так все-таки почему не это, а музыка, песни, фабрика звезд? Ну, если честно, все просто начиналось с этого. То есть, да, конечно же, я поступила в университет. Я художник по образованию. И я всегда училась именно на художника. Но в какой-то момент что-то щелкнуло. Мне захотелось быть не только художником. У меня начинали вырываться какие-то песни. В голове все время звучала музыка. Я поняла, что меня музыка точно так же сильно цепляет, как и живопись. То есть, они абсолютно одинаково идут. Бывает так, что человек разрывается и не знает, что выбрать. Это или это. Но в моем случае этого не было, потому что одинаково две позиции, большие и толстые, занимали и живопись, и музыка. Но так получилось, что в 21 год, конечно же, больше перевес был в музыку, потому что мне хотелось, чтобы в меня влюблялись мальчики, чтобы все мне хлопали. И, конечно же, я это получила. В свои 21 я попала на фабрику звезд. И когда у тебя гастрольный тур нон-стопом, когда у тебя 9 месяцев гастроли, то есть каждый день новый город, ты просто не успеваешь писать картины. У тебя нет на этого времени. И в дальнейшем, около 5-7 лет, очень было плотно с музыкой. Так, что я не успевала писать картины. Но сейчас есть время, я смотрю. Сейчас есть время. Сейчас я вышла замуж. И муж дал мне то свободное время, которого мне не хватало. Богдан, он один из самых лучших битбоксеров в России. Просто я говорю то, что я видела своими глазами, как человек выходит на многотысячную аудиторию и начинает просто качать зал. Вот все такие стояли, а потом вдруг раз, и пошло-поехало. Мне интересно, вот у вас дома это тоже происходит? Во-первых, он тебя научил же наверняка. Конечно, я же всему научилась. Битбокс, баттлы дома. Ну нет, не битбокс, баттлы, но он говорит, нет, ты лучше, говорит, пой. Говорит, лучше пой. У тебя так хорошо получается петь. Но в принципе, я, конечно, научилась. Я что-нибудь даже, я увидела этот микрофон у вас, я что-нибудь даже покажу. И сейчас я предлагаю Корнеле устроить баттл. One, two, three, four. Танцевать, я должен танцевать. Танцевать, я должен танцевать. Танцевать, я должен танцевать. Танцевать, я должен танцевать. Так, мы слушаем музыку. Ты понимаешь, какой определенный стиль танца. И он не обязательно совпадает с музыкой, но, тем не менее, придется этому соответствовать. Хорошо, будем стараться. Поехали. Поехали. Мы неправильно немножко оделись. Не танцуй со мной, я сейчас. Я? Да, у нас я тебя сейчас прохожу. Я прохожу. У нас нет юмор, но представьте, что они есть! Победила женская дружба! Футбол, это, конечно, очень яркая история. Меня впечатлило, когда я вышла на улицу и увидела, как топы людей кричат, все радуются, все обнимаются, люди друг друга вообще не знают, но обнимаются. И это так классно! И я нарисовала таких маленьких девочек испанских с испанским флагом и русским. Мы говорим про женскую карьеру, она у тебя складывается и складывается успешно, все замечательно и здорово, но есть моменты, когда приходится именно женщине выбирать. И вот такая ситуация, ты только-только раскочегарилась, все, у тебя прета идет хорошо, а тут раз и там, не знаю, дети пошли, нужно семьей заниматься и все такое прочее и перерыв. Вот как это гармонично совмещать, если можно вообще, в принципе, это совмещать? Вы знаете, есть девушки, которые, в принципе, в первую очередь карьеристки, девушки, которые не мыслят жизни без концертов, выступлений, ночных клубов и всего остального. Я, в принципе, больше, наверное, не домашняя, но я очень люблю дом, я очень люблю готовить. У меня дома я научилась готовить, наконец-то, торты, даже торты. То есть мне нравится, в принципе, быть дома, мне нравится писать картины. Это не говорит о том, что мне муж запрещает что-то, я катаюсь на вейксерфе через день, то есть вместо спортзала я решила выбрать вейксерф, вот. И сказать о том, что я стала какая-то затворница, нет, конечно же. Я двигаюсь и развиваюсь в своей сфере, но мне муж сказал такую историю. Когда ты забеременеешь, то есть на какое-то время придется отложить некую такую суету твою, которая, там, не знаю, всегда у тебя на первом плане там, всегда у меня на первом плане лично семья. То есть муж и семья, то есть мне всегда должно быть дома вкусно, классно и, конечно же, весело. Карнелия, ну сейчас следующий этап, я вижу, ты уже готова в наушниках. Ты слушаешь песню, мы это делаем по очереди, и после того, как послушали, нужно объяснить ее, вернее так, показать ее, чтобы я догадалась или ты догадалась, что это за песня. Да, готова? А-а-а, это Бруно Мэрс с Мэри Ю. Пусяк Кет Дофф. Да? Пусяк Кет Дофф. Ты моя зайка, не пришлось мне... Армеки. Нужно быть смешной для всех. Армеки. Нужно быть смешной для всех. Армеки. Не трогайте, не трогайте меня. Краски. Сердита, не качайте головой. Я даже просто не слушала это. Не знаю. Что-то холодно. Холодно. Сегодня мы... Холодно. На волнах так холодно. Зима. Зима. Холода. Дегубин. Дегубин. Но муж говорит, ничего страшного. Потом все вернется на свои круги. Не волнуйся. Все будет нормально. Хороший муж. Передаем привет. Богдан привет. Спасибо. Спасибо тебе за Корнелию. Ну, про торты, да? Я понимаю, что сейчас вот мир вообще разделился на зожников и бодипозитивщиков, и те и другие ведут просто ожесточеннейшую борьбу друг с другом. Вот ты как к этой войне относишься? Вы знаете, дело в том, что по стечению обстоятельств мне приходится быть зожником, как говорится, потому что у меня сахарный диабет. Я совсем недавно им заболела, всего 4 года, но, тем не менее, я не могу есть тортики столько, сколько. У меня есть муж, семья, друзья. Они всегда приходят, и я все кормлю, да. Я занимаюсь спортом три раза в неделю, то есть летом, конечно же, это… То есть ты все-таки бодипозитивщик, зожник, чем… Ну, не знаю, насколько зожник. Просто, возможно, если бы не мою сахарный диабет, я бы, конечно же, может быть, валялась бы, ничего не делала. Но, к сожалению или к счастью, для того, чтобы у меня были ровные идеальные сахара, для того, чтобы мне было легко забеременеть и все остальное, мне нужно заниматься спортом три раза в неделю, это минимум, и питаться правильно. Я знаю, что был период в твоей жизни, когда ты тоже отчаянно худела. Тем не менее, сейчас ты принимаешь себя такой, какая ты есть, и, естественно, я не могу не задать этот вопрос, потому что в век, когда кругом гламур глянется и определенные стандарты красоты, человек, уверенный в себе, в своей внешности и своей красоте, выглядит порой просто как белая ворона. Потому что нужно все время на кого-то равняться, себя с кем-то сравнивать, и не всегда получается выгодную сторону. Ну, я никогда себя ни с кем не сравнивала, то есть я такая, какая я есть, я мулатка, я уже родилась мулаткой, то есть, поэтому я совершенно не похожа на всех остальных, и смысл мне все время подгонять себя под какие-то рамки. Я подгоняла себя в рамки, когда у меня был бывший парень, который мне говорил, ты жирная, толстая, там, уродливая, тебе надо худеть. И тогда мне пришлось похудеть, и тогда, в принципе, на этом фоне этого худения я и заболела диабетом. Нет, не из-за того, что я, как бы, наверное, из-за того, что был просто стресс, сильный стресс был, и отношения рушились предыдущие. И в то же время произошла такая история, что я загнала себя в спортивный режим такой, которого никогда в жизни у меня не было. Я занималась спортом два раза в день, каждый день. То есть, это был, там, допустим, утром велосипед, вечером беговая дорожка, на следующий день каратэ, утром, там, допустим, бег. Ну, то есть, я бегала марафоны по 20 километров, и для меня это было нормой, и я себя чувствовала хорошо, но при этом оказалось, что мой организм не чувствовал себя так хорошо, и в какой-то момент просто стал сбой. Когда мне раньше говорили, за здоровье, я такая, да пожелайте денег, блин, а сейчас типа, на здоровье, спасибо, друзья, спасибо, я так люблю свое здоровье, да, пожелайте мне, пожалуйста, именно его. Энергия человека, который позитивный, откуда это, что тебе помогает, что дает тебе силы, чтобы сохранять вот такой настрой? Важный вопрос, многих волнуют. Первое, что мне помогает, это молитвы, потому что я христианка, я верующая, и Бог, который мне дает силы. То есть, когда я уже все иссякла, я умираю, у меня нет сил, я начинаю молиться, и откуда-то появляются силы, я даже не знаю откуда, и улыбка на губах, и все остальное, я становлюсь сильнее. То есть, я это чувствую, и, слава богу, у меня муж тоже верующий, и он тоже знает, что все, что он сейчас имеет, это только через молитвы. Второе, что мне помогает, это живопись, я туда отдаю весь негатив. Если у меня скопился какой-то негатив, я туда все, все, что у меня есть, я туда выплескиваю. Прям черной красочкой. Да, черной, ну не только черной краской, да, там есть еще и красные цвета. Я задаю тебе вопрос, и ты ни секунды не раздумывая даешь мне ответ на них. Поехали? Давай. Любимое имя мужское и женское? Андрей, почему Андрей? Ну, окей, а женское тоже Андрей, ладно? Нет, женское пускай будет Мафалда, португальское имя. Пускай классные оба имени, логика. Первое слово, которое пришло тебе в голову на букву Ч? Чапаев. Отлично. Любимое слово на иностранном языке? Beautiful, beautiful. Мне нравится это слово, потому что мне часто это говорят. Или потому что только я его и знаю. Любимая стихия? А, стихия, я даже не помню стихов, вы представляете? Стихия. А, стихия? О, ну, мне нравится море. Море. Да, мне нравится. Португальское, холодное, ледяное, ну так, чтобы на серфе кататься. Короче, вода мне нравится. Вода, море, короче, все, что связано с морем. Хорошо, что вынесешь из горячего, не дай бог, дома первым? Собаку, шишку. А у нас был муж, наверное, нет? Подождите, подождите. Муж, он на него шишку. Да, да, короче, семью, я так скажу, окей. Отличный, отличный ответ. Твои мысли, когда катаешься на карусели? Ой, хоть бы не упала, это карусель вместе со мной. Я не знаю, может, только у меня такое. Ну, я об этом думаю. У тебя есть муза? Да, мне кажется, моя муза, это мой муж. Наверное, он музык, наверное. Музык, мой музык. И от него я вдохновляюсь, и мне хочется развиваться, делать что-то новое, развиваться в живописи, в музыке, во всем. Передаем музыку, правда, привет. Где был самый красивый рассвет в твоей жизни? Ну, наверное, если я скажу, что не в Крыму, меня муж убьет. Нет, я очень люблю Крым, и он просто из Крыма, и мы туда ездим. Реально, каждый... Он не будет смотреть эту часть. Окей, мы каждый, реально, каждый год ездим туда на месяц. То есть я никогда не ездила на месяц отдыхать. То есть я всегда ездила на две недели, три недели. И, по сути, ты не особо чувствуешь... Коротко, это блин запрос. А, да, ну вот, теперь я поняла, что все-таки в Евпатории самые красивые закаты. Простите. Он ее купил. Хорошо. ЧБ, фото или цветные? Цветные. Ну, конечно. Любимая часть тела твоя? Попа. У меня попа самая выдающаяся. Обои или крашеные стены? Стены, мне нравятся крашеные стены. Любимая игра? Я очень люблю твистер, когда по полу ползаешь, на шарики нажимаешь ногами. Когда уже слишком много выпитошь, чтобы стоять, и по полу ползаешь, а там догорается, куда ползти. Одно в шарике. Отлично. Что можешь делать изо дня в день, и это тебе не даст никогда? О, я очень люблю готовить. Мне очень нравится готовить. Кулинария, это мое вообще все. Я очень люблю... Что я сразу? Я вообще все люблю готовить. Что сможешь делать своими руками, кроме готовки? Я очень хорошо леплю из глины. Дома у меня все истлеплено моими руками. То есть все тарелочки, чашечки, ложечки. И гости не уходят без подарка. Да, все истлеплено моими руками. У меня уже 18 кушинов от карнели. Так, сможешь в одиночку прожить неделю? Мне кажется, да. Да, мне кажется, да. Она необитаема монстрая? Да, я же на последнем герое была. Че, мне уже нечего терять. Я была на последнем герое. Там было очень страшно. Мы питались всякими пиявками, непонятными жуками. Короче, всякой дребеденью. Продолжать, все понятно. Поэтому я знаю. Собаку съела на этом. В какой позе ты спишь? Любимая поза. Мне нравится на животе. Так. И иногда я всех выталкиваю из кровати. Иногда бывает такое, да. Где муж? Да, где собака? Ну тут. Так, твое животное тотем вообще, если есть. Ну или может быть какое-то близкое по духу? Тотем? Я не люблю тотемы. У меня есть господь. Это неправильный ответ? Животное, которое тебе больше всего нравится. Я люблю собак. Люблю хомячков. Люблю тигров. Ооо. Да. Так мы доберемся и до китов. Ты выбираешь или тебя выбирают? В каком смысле? В концерт? Ну так значит меня выбирают. Если хотят на концерт пригласить. Я выбираю всегда все самое лучшее, конечно же. Но когда мы встретились с моим мужем, он сказал, что выбрал я тебя, а не ты меня. Поэтому. Вот так вот. Если в этом отношении, то вот так. Если кино, то комедия или драма? Комедия драматическая. Кухня в какой стране ты предпочитаешь? Я просто люблю покушать. Поэтому я люблю все страны, все кухни. Мне все нравится. Я острая азиатская, и наша европейская. Грузинский шашлычок. Но когда я была в Париже, мы пошли на молекулярную кухню, мы пошли в очень дорогой ресторан, где заплатили около трех тысяч евро. И я не наелась совсем. Размазывали все по тарелке. А ты? Да, да. Было все вкусно, но так все мало, что мы потом такие... Макла, есть. Хотим Макдональдс. Нельзя, наверное, так говорить. Хотим пожрать еще. Хорошо. Кем ты мечтала быть в детстве? В детстве я хотела быть бухгалтером. Это была моя стопроцентная мечта. Хорошо, достаточно. Если увидишь падающую звезду, то какое желание загадаешь? Я хочу ребеночка. Пусть будет. Какой неодушевленный предмет в тебе вызывает понимание и сочувствие? Неодушевленный? Никакой. Или Ильич, может быть? Ну, стоит Ильич. Да что он мне должен... Не, ладно. Вообще никакой. Ладно, можешь ли ты собрать кубик Рубика? Да нет, я пробовала. Не получилось. Ну и твое самое лучшее яркое воспоминание из детства? О, как я сижу у бабушки на ручках, и она меня гладит по голове, пытается волосы так прочесать, и что-то вкусное дала мне, какой-то пирог, и кайнар, по-моему, это был татарский. И я его ем, обнимаю бабушку. Вот это, наверное, самое такое классное. Класс. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо, что ты делаешь. Любовь, как ветер, он усит нас. Любовь, как ветер, слепая страсть. Любовь, как ветер, слепая страсть. Далой сомненье, я в себе одном тону, и наши тени вновь сливаются в одну. Далой сомненье, я в себе одном тону, и наши тени вновь сливаются в одну. Любовь, как ветер, слепая страсть. Любовь, как ветер, слепая страсть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok